Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. На вопрос, какой телескоп лучший, опытные любители астрономии обычно отвечают тот, в который чаще наблюдаешь. Сегодня мы представляем модель, которая по праву может отвечать этим требованиям и претендовать на звание компактного и мобильного, но достаточно мощного телескопа. Знакомьтесь, Sky-Watcher DOP-130 Heritage – рефлектор Ньютона с раздвижной трубой на настольной монтировке Добсона. В отличие от большинства телескопов Sky-Watcher, эта модель поставляется в красочной глянцевой картонной коробке, что без сомнения очень пригодится, если инструмент приобретается в качестве подарка. Внутри упаковки мы находим уже собранный телескоп. Нам остается снять крышку, раздвинуть трубу, вставить окуляр и можно приступать к наблюдениям. Все это займет не более одной минуты. Рассмотрим конструкцию поближе. Настольная монтировка Добсона выполнена из серого ламинированного ДСП с черной пластиковой торцовкой. Она весит всего 3 килограмма 100 граммов и имеет оригинальную ручку-прорезь, так что перенести ее с места на место не составит особого труда. Нижняя плита монтировки имеет форму треугольника со скругленными углами и стороной 35 сантиметров. Опорами служат три ножки с резиновыми подпятниками, благодаря чему основание монтировки будет неподвижно на любой поверхности. Верхняя плита круглая диаметром 32 сантиметра. Она закреплена на вертикальной оси, которой служит болт М10 с самоконтрящейся гайкой. Между плитами установлены 4 фторопластовые прокладки, одна по центру и три по углам. Благодаря этому вращение по азимуту мягкое и плавное. Вертикальное перо монтировки имеет дополнительное ребро жесткости и очень устойчиво. В верхней его части на шарикоподшипнике установлен винт М10 с эргономичной пластиковой рукояткой. Он выполняет роль горизонтальной оси, а также регулирует прижим и усилие вращения по высоте. На внутренней стороне пера на горизонтальной оси закреплена алюминиевая площадка «Ласточкин хвост» с одним прижимным винтом М8. Это позволит установить любую трубу с ответным креплением и точно провести ее балансировку. На нашей трубе установлено такое крепление. Пластина «Ласточкин хвост» длиной 32 см. Причем труба в сложенном состоянии вместе с крышкой лишь немногим длиннее всего 39,5 см. Вес трубы 3,3 кг. Нижняя неподвижная часть трубы свернута из металлического листа и укреплена двумя черненными алюминиевыми фланцами. На внешней стороне трубы по диагонали нанесены многочисленные имена знаменитых астрономов от Аристотеля до Хаббла. Нижний фланец выполнен как и у старших моделей рефлекторов. Его центральная часть открыта для ускорения термостабилизации, а по периметру установлены разнесенные на 120 градусов три пары юстировочных винтов главного зеркала. Верхний фланец неподвижной части имеет две диаметрально расположенные направляющие. Именно в них ездят трубки раздвижной системы и именно в них установлены магнитные защелки для точной фиксации этих трубок. В каждой из направляющих имеется потайной винт под шестигранник для регулировки усилия подвижки и зажимной винт с накатанной головкой. Последний выполнен из пластика, чтобы не допустить повреждения подвижных трубок. Сами подвижные трубки диаметром 15 мм выполнены из алюминия и имеют густой слой смазки, будьте аккуратны, не испачкайтесь. В полностью выдвинутом положении длина трубы телескопа составит уже полноценных 65 см. Третий, самый верхний подвижной фланец трубы выполнен из пластика. На нем закреплены концы подвижных трубок, маленькие салазки для установки искателя, фокусер, небольшой светозащитный экран и узел диагонального зеркала. Диагональное зеркало размером 55 на 40 мм вклеено на металлический стакан с винтами юстировки, как и у старших моделей. А вот крепление к фланцу необычное, это одна металлическая стойка диаметром 6 мм и возможностью подвижки только по одной оси. Фокусер телескопа тоже необычный, он винтовой с резьбой диаметром 45 мм и шагом 2 мм. Подвижная втулка с посадкой 1,25 дюйма алюминиевая, а корпус фокусера пластиковый. К сожалению, такая конструкция имеет люфт, заметный на больших увеличениях. Внутри хорошо черненой трубы в металлической оправе тремя лапками закреплено параболическое главное зеркало 130 на 650. Оно имеет алюминиевое покрытие с защитным слоем и кольцевую центральную метку. Проверим заводскую юстировку. После транспортировки и неоднократных подвижек трубы луч лазерного коллиматора уверенно попадает в центральную метку и возвращается практически в центр мишени. Комплект аксессуаров небольшой, это искатель Red Dot с креплением на пластиковых салазках, а также два окуляра Кёльнера 25 мм и 10 мм, с просветленной оптикой, резиновыми наглазниками и металлическими юбками. По земным объектам в окуляр 25 мм картинка хотя и перевернутая, но яркая и контрастная по всему полю зрения. Заметно небольшое рассеяние света из-за боковой засветки. В окуляр 10 мм, увеличение 65 крат, обзор меньше, изображение темнее, рассеяние больше, в основном из-за самого окуляра. Хроматизма нет. В окуляр 25 мм мы без труда нашли крупную и яркую планетарную туманность М27 в созвездии Лисички. Прекрасно различались характерные очертания гантели, заметен и ее зеленоватый оттенок. Шаровое скопление в Пегасе, известное под номером 15 в каталоге Месье, на таком же увеличении смотрелось как ватный комочек с искрящимися вкраплениями. Пару близких друг другу рассеянных скоплений в Персее тоже интересно наблюдать на широком поле окуляра 25 мм. Десятки и сотни звезд в этих сгустках понравятся каждому. В этот же окуляр туманность Андромеды с двумя спутниками занимала почти все поле зрения. Прекрасно была заметна центральная часть галактики, а боковым зрением и спиральные рукава. Галактики М81 и М82 в Большой Медведице попадали в одно поле зрения. У Боде заметна яркая эллиптическая часть, а у Сигары характерная форма и темный промежуток. А вот Большая Туманность Ориона лучше смотрелась в окуляр 10 мм. Хорошо различима волокнистая структура и темный провал. Кратная звезда Трапеция тоже разбивается без труда. Убывающая Луна занимала почти все поле зрения окуляра 10 мм. Яркость была чуть избыточной, рассеяние света в окуляре немного снижало контраст. А вот в некомплектный окуляр 5 мм на увеличении 130 крат Луна показала отличную, контрастную, начисто лишенную хроматизма картинку с множеством подробностей и мелких деталей. В этот же окуляр на этом же увеличении и на Юпитере нам удалось различить много подробностей. Облачную структуру, большое красное пятно и тень от спутника. Низко расположенный Сатурн особыми деталями не порадовал. Изображение было испорчено атмосферной дисперсией, но большое раскрытие колец позволило рассмотреть щель Кассини. Что же, подведем итог. Телескоп действительно необычный, компактный, не тяжелый. Его легко транспортировать и можно быстро подготовить к наблюдениям. Механика проста и надежна, управление понятно даже начинающему любителю. В то же время его оптические возможности превышают другие модели той же ценовой категории. Он будет хорош для наблюдения разнообразных Deep Sky объектов и Луны, а с дополнительным короткофокусным окуляром и для планетных наблюдений. Из негативных моментов отметим не очень удачную конструкцию фокусера. Но при определенном опыте и сноровке фокусировку можно провести достаточно точно. Также стоит упомянуть проблему защиты открытой трубы от пыли, росы и боковой засветки. Впрочем, этот вопрос можно решить раз и навсегда, изготовив легкий чехол-бленду на среднюю часть трубы. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Skywatcher DOP-130 Heritage можно смело рекомендовать в качестве мощного мобильного телескопа для визуальных наблюдений самых разных астрономических объектов. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok